Доброе утро всем. Продолжаются у наших слушателей горячие споры на тему школы Щетинина. Ребята, мы будем внимательно следить за этой ситуацией. Интернаты, напомню, существовали всегда. То есть школы-интернаты существовали всегда. Сунцы вот только не подключились чего-то. Вот прям никто не взлетел. Где Сунцы-то? Ты знаешь, вот, наверное, напоследок, давай, значит, пишет нам, во-первых, комментируя выступление господина Дворкина, который вот этот вот фрагмент, что у них якобы объясняется, что урок, это от слова урочить. Пишут нам, что бред по поводу урочить, в лицее существует совсем другая терминология. Это, цитата, обязательные аудиторные занятия, которые входят как раз в состав учебных погружений. И Дмитрий из Москвы очень справедливо вспоминает Стругацких, гадкие лебеди. Да, это очень похоже. Я говорю, я внимательно его послушал, и я вот, я все-таки, говорю, эту точку зрения хотел бы принять. Я пытался выцепить именно фактуру. Ну вот кроме того, что хорошо, тебе не нравится там, что как-то, предположим даже, я предположу, встану на позицию господина Дворкина, что он там как-то рычит неправильно. Это выберет, соответственно, учитель, раз, и выбирает родитель, два. Хочет и та, и другая сторона заключить договор на обучение такими методами. Она заключает, если 300 человек на место, а самое главное, как я уже сказал, по итогу, дети поступают, и поступают прилично, и поступают раньше, то, а претензии, которые сейчас есть, это претензии не к школе, а к помещению, то помещение просто предоставьте этим детям, и они должны обучаться. Соответствующие нормам СанПИДа. Конечно, если вы там что-то считаете, а срывать учебный процесс категорически неприемлемо. Друзья, будем возвращаться к этой теме, Даша Касьянова будет пристально за ней следить. А пока давайте поедем по новостям. Во-первых, я, кстати говоря, для тех, кто пропустил, хочу напомнить, что с сегодняшнего дня любимый наш Андрей Юрьевич Гаврилов становится колумнистом программы «Потапинка» будет. Каждый четверг в этой студии вы сможете услышать точку зрения Андрея Гаврилова, что, собственно, и произойдет через час. Пока к новостям. Не только переводы в ВХС-то, что называется, помните об этом. Так, Минприроды, говорят, назвал самые грязные города. В списки впервые попали Абакан и Скитим. А, Скитим, извините. Минприрода перечислил 22 города России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Список опубликован в докладе о состоянии и об охране окружающей среды. Список составлен по итогам 2018 года. Попали города, расположенные только в азиатской части. Это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитым, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск, Забайкальский, Свирск, Селингинск, Улан-Удэ, Усолье, Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелихов. По данным министерства, в общем сложности, в этих городах проживает 5,1 миллионов россиян. То есть ни Магнитогорск, ни Челябинск, ни, ну я уж не знаю, насколько это можно называть теперь загрязнениями, то, что происходит там, Северодвинск. Ничего это, я так понимаю, в этот странный список не попало. Сегодня мы с утра с тобой, по-моему, тренируем шипящие. Ага. Достаточно. Я боюсь, что, к сожалению, 18 городами бы мы не обошлись. Давайте, 903-797-6333. Какие бы вы города дополнили или, может быть, вычеркнули? Почему и нет? Может быть, например, как вычеркнули? А ты знаешь, вот там сразу прям приходит сообщение, а где же Магнитогорск? Почему в этом списке нету Челябинска? Я предлагаю вот по поводу городов, которых можно добавить или вычеркнуть. Еще, ребят, давайте так, вот 10-бальная шкала подключает, слушатели из других городов. Да, город и количество баллов. Уровень загрязнения по этой шкале, как вы оцениваете в своих городах? Ох, ты знаешь, Москва несколько лет назад, когда тут горели торфянники, я думаю, что влетела бы в этот список прямо и встала бы, может быть, ну, если не первым, потому что, конечно, есть города, которые могли бы посоревноваться. Так, Новокузнецк есть, а Кемерово куда исчезло? Ну, потому что в Кемерово бывает накрывает так, что мало не покажется. Так, в рейтинг самых загрязненных городов впервые попал Леобакан. Ну, я и с Китым, но хорошо. И что это? А, также впервые с 2005 года в список вернулся Ангарск. По сравнению с 2017 годом из рейтинга выбыли Чигдамын и Магнитогорск. А, Магнитогорск выбыл. Вот видите как, с 2017 года Магнитогорск выбыл. А по каким критериям? Ну, я так понимаю, они превышение ПДК, в общем-то, посчитали и на этом все успокоили. Сибирь горит, вот то, что пишут наши слушатели. Ну, а Сибирь горит в зоне контроля, вы же что, не знаете? Там все у вас, в Сибири все у вас хорошо. Олег нам пишет из Тюмени. В Сибири с ее прекрасной природой и заповедниками сотворить такое ужас ужасное. Норильск 11 баллов из 10. Нижний Тагил 9 баллов не меньше, пишут наши слушатели. Магнитогорск 9 баллов. Ребята, давайте по параметрам еще разбежимся. Качество воды, качество воздуха, качество продуктов, которые, например, вы покупаете именно в своем городе. Если, например, это овощи, которые, может быть, может быть где-то там рядом выращиваются. Вот это вот все поподробнее. Слушай, ужас. Дзержинск промышленный центр ПФО пишет. Карабаш, как же Челябинская область. Пишите, в общем, 903-797-6333. Тут всего Минприроды набросал 22 города. Я, честно говоря, не все города эти проезжал. Ну, там Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск был. Селегинск, Улан-Удэ был. Уст-Усолье, Усолье-Сибирск был. В Чите был. А вот там Черемхова, например, Черногорск не был. Ну, я думаю, что я бы уже дополнил сюда. Вот Челябинск и Кемерово я бы сюда точно поставил. И уж Магнитогорск железно. Пишите ваш, как говорится, топ 903-797-6333. Очень интересно узнать. Ну, и самое главное, что я помню, недавно они пытались играться по превышениями нормами ПДК. То бишь пытались их занизить. О чем, кстати, и слушатели нам рассказывали даже. Да, конечно. И это, знаете, всегда такие игрищи. Поэтому пишите все ваши критерии. Потому что, действительно, качество воздуха, качество воды и качество инфраструктуры. Ну, даже по банальным причинам у нас тут выпадут какие-нибудь... А Иркутск выпал? А, нет, Иркутск, нет, не выпал. Потому что по многим городам еще и дорог нет. Причем нет не в смысле, что там ямы, а вот их просто физически нет. Николай из Красноярска пишет нам. Я вообще в шоке. Вы перечислили все города, в которых я живу и езжу погостить. Красноярск, Ангарск, Шелихов, Абакан и Минусинск. 730-101, телефон прямого эфира. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Слушаем вас. Алло, доброе утро. Алло, здравствуйте. Вы на меня? Слышно, отлично, слушаем вас. Это ваш постоянный слушатель Источий Сергей. Да, я очень люблю. Очень люблю и ценю вас. Хочу немного высказаться по поводу вот школы. Давайте, давайте, давайте. Мне довелось чисто случайно познакомиться с одним парнем, который эту школу закончил давно и работал там преподавателем. И парень, в принципе, отличный. Как бы воспитанный, знания у него хорошие. Он преподавал там физику. Но насчет сектанства. У меня, да, было полное ощущение, что у этого по общению с ним, что сектанство там в какой-то мере присутствует. То есть он говорил, что если ты хоть в чем-то не согласен с руководителем школы, то ты будешь изгоем. И вот он говорил, что с ним то же самое произошло. И встретился я с ним, познакомился в Москве как раз в причине того, что у него произошел какой-то небольшой конфликт с руководством. И, собственно, он уже не мог там дальше находиться. Но при этом он не мог адаптироваться и в Москве, найти себе нормальную работу. И вот он решал, что будет возвращаться, не возвращаться и так далее. То есть вот такой элемент есть. У меня создалось ощущение, что в эту школу приезжают родители с детьми, такие вот чудаки. Я не хочу там никого обидеть, но вот есть у нас люди, кто слушают различные такие околонаучные теории. Я сам инженер со стажем, так сказать. И когда-то всем этим интересовался, потом чем больше занимался наукой, просто понял, что это все сказки. И вот там такой контингент. Возможно, они имеют, ну, невозможно, они имеют право место быть и там обучать своих детей. Но вот все как есть. И я не удивлюсь, если действительно здание этой школы в аварийном состоянии. И просто вот у меня есть ощущение, что вот такие люди, они как раз-таки могут до последнего, ну, придумывать всякие отмазки насчет того, что да нет, это вот нам преграды сверху, это там какие-то плохие силы и тому подобное. Ну, в общем, у меня все. Понятно, спасибо. Да, спасибо, мнение принято. Спасибо. Я считаю, что просто таких школ надо существенно больше, и тогда будет выбор, и каждый родитель примет решение. Давайте все-таки вернемся к загрязнениям городов, потому что, ну, вот пишут, Дзержинск, Нижегородская область, да, вот тоже вспомнил, потому что был несколько раз там химия прямо сплошняком. Так, Кемерово однозначно 8 из 10, постоянно затягивает смок от производств, находящихся в черте города, пишет нам Никита из Кемерово. В штиль и в мороз вообще дышать нечем, от этого огромное количество онкозаболеваний и дыхательных путей. Вот такие комментарии. Да, я просто помню, с коллегами там была ритейловая компания, и было очень тяжело, когда я к ним приезжал, и прям очень-очень тяжело. Потому что вот даже для меня, вроде жителя загазованной Москвы, что называется, только до туалета и бегал. Слушай, а вот, а скажи мне, пожалуйста, глупой русской бабе. Простая русская баба. А вот смотри, Никита написал нам из Кемерово о том, что производство в черте города, чисто теоретически, если, например, местные жители выступят с обращением к администрации, возможно ли вынести по просьбе жителей эти самые производства из... В черте города? Да. Ты знаешь... Просто я хочу еще понимать, прости, что вообще... Механизм. Да, что можно сделать в этой ситуации простому жителю. Россия в этом смысле и бывшая в СССР, это уникальная операционная система. Действительно уникальная. Потому что мы единственная операционная система в мире, которая разрабатывает все полезные ископаемые, строя города на полезных ископаемых. Потому что, как правило, разработка всех этих производств ни одной страны мира, по крайней мере, вот из более-менее цивилизованных, не ведется строительством города. Она все время ведется вахтовым методом. И у нас именно эта огромнейшая проблема, она действительно страновая проблема, что у нас огромное количество, в том числе, так называемых моногородов. То есть, когда производство, условно говоря, поднимается, вот мы сейчас только обсуждаем загрязнения, экологические загрязнения. А, например, город Тольятти, моногород, в котором огромнейшие сейчас безработицы, по причине того, что, и главное, сделать с этим дешево ничего невозможно. Потому что город стоит только на одном заводе. На связи со студией Серебряного дождя Андрей Сергеевич Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации. Андрей Сергеевич, доброе утро. Андрей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Смотрите, ну мы тут, просто даже исходя из нашего опыта, ну у меня много поездок, я, честно говоря, у меня как-то 22 городами тоже не ограничилось. А наши радиослушатели тут набросали, что чувствуется там не 22, а, может быть, 52 города. Вот как составлялся этот рейтинг и насколько он, так скажем, релевантный, что ли, можно такое применить слово? Ну, можно применить и другое слово, он не репрезентативный. А, вот. А я бы еще сказал, недостоверный. И вообще он странный. Ага. С точки зрения специалистов, вообще вот этот госдоклад, он называет масло нареканий и вызывал всегда. А сейчас, с учетом того, что в Минприроде специалистов практически не осталось, то вообще непонятно, кто делает этот доклад. Понятно. А если бы вам пришлось составлять такой доклад, по вашим оценкам, какое количество городов и по каким критериям вы бы это делали, составляли такой рейтинг? Ну, сразу нужно честно признаться, что я бы, конечно, постарался увильнуть от этого неблагодарного занятия. Потому что это очень специфическая задача сделать для городов, которые принципиально отличаются друг от друга, как отпечатки пальцев своими выбросами. Которые характеризуются, в первую очередь, тем спектром вредно-химических вещах, которые выбрасывают субъекты хозяйственной деятельности на их территории. Там критерии будут неоднородные. Потому что генерализовать эти критерии, это значит точно, совершенно дать недостоверную картину. Именно то, что мы сейчас наблюдаем вот в этом воздокладе. Понятно. А потом главное, что я хотел бы сказать, что вот то положение с экологической ситуацией в городах, где проживает большая часть населения России, и которое давно уже требует пристального внимания, оно, конечно, безобразное. Оно незапустимое. И странно, что в последнее время только несколько политических всплесков информационных было по поводу того, что нужно наконец привести в порядок. Экологическая ситуация в городах, где живет основное население. А живут они в совершенно недопустимых условиях. И это безобразие, потому что 42-я статья Конституции гарантирует нам всем, и нам с вами тоже, благоприятную окружающую среду. Понятно. Спасибо, что были с нами. Андрей Сергеевич Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации. Основной, говорю, вопрос. Я копался в нескольких, как говорится, докладах, и вот поймал себя на мысли, что во всех странах мира, везде, где есть производство, города на производствах не строили. Везде эта логика, ну, то есть, там, за исключением действительно каких-то очень отсталых государств, это разработка всех полезных ископаемых ведется обычным вахтовым методом, там, там, месяц через месяц, два через два. Но вот, потому что у нас же здесь пишут города, где угольный разрез в 100 метрах от домов. Есть такие, и когда в какую секунду все это провалится, одному богу известно. Еще из того, что пишут наши слушатели, Братск, душегубка, каждый вечер нужно закрывать окно, чтобы не было тошноты и головокружений. На главной площади пропаганда вещает, что ПДК не превышен. Но это неправда, мафия в Братске и в Иркутске. Почему Навальный не делает расследование про или им лес везут лесовозы по три в полчаса? Да, вот такое сумбурное несколько сообщение. 730-101, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Слушаем вас. Алло. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Перезвоните. Да, потому что что-то со связью как-то не получилось. Здесь вариантов я других не вижу. Все-таки эти города надо вывозить, вывозить, вывозить. И вот как раз те триллионы профицита бюджета и те за золото валютные запасы, на мой взгляд, нужно потратить на то, чтобы гражданам обеспечить нормальное существование в других местах. А эти разрезы там будут везде действительно разрабатывать, как разрабатывает мир. И не морочь все головы. Дима, это нас с тобой возвращает к одному из наших эфиров, где в том числе ты топил. Помнишь, мы обсуждали развитие малой авиации как таковой, да? Ты понимаешь, одно за другим тянется. Дороги, развитие малой авиации, строительство новых городов, рабочие места, развитие инфраструктуры, огромное поле для малого бизнеса, как следствие, подъем экономики плюс здоровые люди. Это тоже, извините, ресурс государства и очень важный. Ну, это такой вопрос комплексного развития государства российского. И на что направлять денежные средства. Другое дело, кто вдруг ни с того ни с сего эти триллионы будет пускать не на кубышку за стенами, дабы пересидеть и прокормить опричину, которая будет в момент, в том числе и локальных бунтов, внутри опричины как таковой, а не только народа. Кто будет на это пускать деньги, большой вопрос. Вот, кстати, нам пишут, а Детройт в США не моногорд. Вот, это как раз одна из ошибок, и если вы помните, Детройт, по сути дела, умер. Умерший город, фактически. Да, умерший город, именно по этой самой причине, да. 730-101, доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Алло. Да, доброе утро, да. Доброе утро. Меня зовут Панов Александр. Я хотел рассказать несколько слов о школе Четейна. Давайте. Ну, вначале представлюсь, да, я руководитель достаточно крупного предприятия на Урале. Мой старший сын отучился в школе Четейна на несколько лет, закончил, закончил с задачей ЕГЭ, с отличным результатом с задачей ЕГЭ. И этим летом поступил в эту школу младший сын. Знаете, что хочу сказать. На самом деле, мнение бытующее в определенных кругах, о том, что школа не соответствует каким-то стандартам, каким-то форматам, это абсолютно не так. То есть все технологии, которые используются в школе, они абсолютно соответствуют тем целям и задачам, которые предъявлено ставит Министерство просвещения. Но, поймите так, что образование в школе Четейна, именно прохождение средней программы, средней школьной программы, отработано таким образом, что это даже не вопрос для этой школы. То есть все дети, которые туда поступают, в школьную программу, и в рамках, скажем так, даже сдачи ЕГЭ, и получения оценок в рамках ЕГЭ, отрабатывают на максимум. А другой вопрос, что в этой школе формируют человека, личностные качества человека. Вот как раз тот этап, когда семья, ну, так сказать, закончила свое образование, формирование личностного ребенка, и нужно, чтобы к этому подключилось общество. Вот школы выполняют именно эту функцию. Да. Второй вопрос. Да-да-да. Говорите, говорите. Слушаем вас, слушаем. Следующий момент. По поводу того, что в школе есть нарушения, что в школе, ну, есть какие-то там непоправимые нарушения, которые нужно, чего школу можно закрывать и так далее и так далее. Ну, на самом деле, не совсем так. Есть, насколько я разобрался в ситуации, есть основной, основной, как бы, ну, материальный костяк школы, который прошел. Все необходимы эти статусы. Соответственно, всем прорывам. И, ну, на самом деле, это была получена рецензия, иначе бы она просто не была получена. Но было благое желание руководству школы расширить, как-то расширить и предоставить больше мест для участников. Потому что конкурс в эту школу, не знаю, говорил кто-то или нет, в среднем это один человек из двадцати, который проходит, скажем, ну, из двадцати и из тридцати. И когда как. У меня оба сына, когда поступали, это был конкурс один из тридцати. Вот. А поэтому желание принять в школу всех детей, как бы, да, ну, по-моему, уже больше количеств детей, наверное, послужило тому, чтобы возникли какие-то вопросы. А на самом деле нарушение-то там, ну, как таковых прецензий, на самом деле, в этот момент немножко, ну, преувеличено. Хотя, конечно, какие-то есть. Ну, мы на самом деле, да, мы... Да, примерно тоже говорили о тех родителей, которых наш корреспондент Даш Касьянова. Ну, и Даша Касьянова, собственно говоря, мы как раз, спасибо, в нашем репортаже как раз мы выяснили, что, в общем, по учебному процессу претензий нет, претензий по зданиям и сооружениям. И я как раз именно вот это очень четко разрезаю ножом. Это вообще вещи, по сути дела, не к щетинь, ну, мягко говоря, а к некой, формально назовем, некой к управляющей компании, если она таковая там есть. Просто нужно, а если, тем более, с учетом, если информация-то достоверна, что здания были построены на деньги учеников, вернее, родителей, и переданы государству, то это проблема государства предоставить альтернативное помещение. Ну, тема, чувствуешь, горячая, второй час. А, она не просто горячая, но я понимаю, что вообще обучение детей, это очень болезненный для всех вопрос. И если есть какой-то энтузиаст, он может ошибаться, но это мое решение родителя, передать этому энтузиасту своего ребенка. И если это из года в год происходит, и есть результаты, даже формализованные, и нет претензий к обучающей программе, то предоставьте здание, и пусть человек дальше продолжает это делать, и пусть он пропагандирует свой опыт, пусть школы там Дима Зицера, Щетинина сшибаются между собой в борьбе за ученика и за конечный результат. И я буду, как родитель, выбирать, соответственно, кому отдать своего ребенка. Друзья, мы продолжим через несколько минут, в том числе среди новостей поговорим о том, как развивается так называемое московское дело. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. В предыдущем получасовке мы обсуждали рейтинг городов. В общем, судя по всему, наш рейтинг где-то как раз к городам так полтинничку добежит. Да, спасибо огромное тем слушателям, которые присоединились к этому разговору и прислали свои рейтинги. Давайте быстренько пробежимся по делам протестным, причем не только у нас. Делам наш скорбным, покалякаем. По нашим делам. Значит, суды приговорили накануне к реальным срокам лишения свободы еще двух фигурантов так называемого московского дела. Евгений Коваленко получил три с половиной года лишения свободы за урну, брошенную в сторону сотрудника Росгвардии. Я правильно понимаю, что, в общем, все, кто были под следствием, до выборов отработаны? Или еще кто-то остался не обелечен? Егор Жуков. Только Егор Жуков не обелечен? Да. И Сергей Фомин, по-моему, это те, кого отпустили под домашний арест. И им переквалифицировали статьи обвинения. И они, то есть, я так понимаю, судебное заседание... Ну, тогда понятно. Все, тогда они, в общем, отработали всех сидельцев и отправили их по этапу. И Кирилл Жуков также получил три года за попытку... Звучит, конечно, фантастически. За попытку поднять забрало шлема ОМОНовца. Есть видео. А, до этого мы уже все видели. Ну, репрессии будут продолжаться. И тут вопросов-то я особо не вижу. Да, также стало известно о том, что гособвинение попросило четыре с половиной года колонии общего режима для Константина Котова, которого обвиняют по статье о неоднократном нарушении проведения митинга. Медиазона об этом пишет. Дело Котова было расследовано также в рекордно короткий срок. Задержали его 12 августа. Уже 15-го следственный комитет объявил об окончании следственной действия. Задача, которая, я знаю, им была поставлена, им задача была поставлена, чтобы их осудили до начала дня тишины. Ну, то есть, чтобы информационное поле было зачищено от сидельцев. Да, на этом фоне в Генпрокуратуре назвали высокопрофессиональной работу полиции и Росгвардии на акции протеста в Москве. Цитирую Медузу. На несанкционированных акциях за свободные выборы в Мосгордуму полицейские и росгвардейцы действовали законно и профессионально. Об этом заявил замглавы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры России Алексей Жафиаров на заседании в Совете Федерации. Цитата. Действия полиции и Росгвардии носили высокопрофессиональный и высококвалифицированный характер. Органы правопорядка действовали в соответствии с законом. И представитель Генпрокуратуры также добавил, что ведомство примет дополнительные меры, чтобы не допустить нарушения закона при подготовке и проведении выборов в Мосгордуму. И ты знаешь, вот сегодня еще пришла такая утренняя новость. Редакция студенческого журнала в вышке пригрозили отказом в участии в дне вышки в парке Горького сегодня, 5 сентября, который должен пройти, если студенты не скорректируют программу заявленных мероприятий. Вечером 4 сентября журнал сообщил, что в ходе праздника на его стенде можно будет написать письмо политическим заключенным и поучаствовать в викторине на знание своих прав при задержании. Уже через несколько часов с редакцией журнала связался замдиректора высшей школы экономики Олег Солодухин и потребовал отменить анонсированные в соцсетях мероприятия. Он заявил, что эти активности, цитата, не соответствуют декларации ценностей ни у высшей школы экономики, в частности принципу политического нейтралитета. Ну вот у нас проснулся Денис, нам пишут, США за урну брошенную в полицейского, конечно, не посадили, сажать бы не было попросту кого, что вы несете, господа. Дорогой Денис, мы несем доброе, светлое, вечное. А как только вы в США побываете, а самое главное пообщаетесь с полицией, я думаю, вы перестанете нести то, что несете за 30 серебряников. Потому что в сети огромное количество, в том числе и роликов, когда, только не надо там передергивать, когда происходит мародерство, там действительно полиция действует жестко. А когда даже бывает такое, что в тюрьмах заключенные дерутся с полицейским, и тот не применяет оружие, будете удивлены. По ряду причин, по ряду причин, потому что все должно быть в законном поле, а поскольку вы передернули специально не в полицейского, а в сторону полицейского, то, что произошло в Российской Федерации, то получите, распишитесь. На этом фоне, друзья, приходят вот такие новости о том, что внесение, значит, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в телеобращении, а я напомню, в Гонконге уже довольно большое количество времени проходят многомиллионные акции протеста. Так вот, глава администрации Гонконга в телеобращении объявила об отзыве законопроекта, который предполагает экстрадицию обвиняемых в преступлениях в Китай. Я напомню, что именно внесение этого законопроекта и спровоцировало те самые массовые протесты жителей Гонконга, которые опасались, что этим законом будут пользоваться в политических целях. С июня протесты практически не прекращались. В конце июня парламент приостановил в конце июня рассмотрение законопроекта, но его не отозвали тогда по мере развития протестного движения. Требования участников акции, разумеется, расширялись. Они стали требовать расследования действий полиции при разгоне демонстрации и освобождения всех арестованных митингующих, а также, собственно, отставки самой Кэрри Лэм. Ну и вот вам итог. Законопроект был отозван. Кстати, Кэрри Лэм вышла на общение напрямую с народом и сказала, что она, конечно, много выдвигается законопроектов, но она не уйдет по причине того, что это комплексная проблема. И здесь нужно решать не только с этим законопроектом, но и с другим. Напомню, что Гонконг, в общем, это особая зона Китая, скажем так. И здесь протесты, в общем, носят межкультурный еще такой характер. Потому что вот Китай по-своему смотрит, как они говорят, по-моему, поправьте меня, две страны, один закон, что-то в этом роде. 730-101. Друзья, вы можете комментировать все обсуждаемые в эфире новости. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Ой, ветер. Да, слушаем вас. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В эфире? Да, да, да. Конечно, конечно. Да, меня зовут Антон, я 37 лет, предприниматель из города Хабаровска. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе. Я знаю, что это большой, это фанат, вас всегда слушаю, читаю ваши книжки рекомендованные. Смотрите, у меня вот такой вот вопрос. Как вы считаете, сейчас самозанятых и предпринимателей очень мелких начинают, грубо говоря, так это давить? То есть, и даже есть вот такая вот, вот такой вот слух в интернете, что будут чуть ли не опрашивать это соседи, то есть сдает ли человек квартиру там. И есть ли у него дополнительный доход, то есть, и на основании этого будут какие-то приниматься санкции. Как вы считаете? Ну, смотрите. Можно ли это? Ну, по поводу санкций. Здесь, как сказал Владимир Владимирович, пыль замучивается глотать. Показательные выступления, пугательные выступления, конечно, будут, потому что вот я слушал опять вчера Максима Орешкина, который рассказывал о том, какой замечательный режим самозанятых. Они, правда, остановились на цифре счет в районе 155 тысяч и говорят, что прямо так истово говорят, что это эти там 100, ну, хорошо, пусть будет 200, округлим в их большую сторону. Что это зарегистрировались те, кто раньше не регистрировались и вышли из тени. Правда, здесь, поскольку они же, господин Орешкин сейчас Росстатом владеет, вместо того, чтобы показать статистику всех режимов, похожих, ну, скажем так, для тех, кто не может быть, не сильно разбирается в налоговых режимах, А что это означает, что такое похожий режим? Значит, режим, похожий на самозанятых, это ООО на 6%, это ИП, это ЕНВД и самозанятые. То есть минимум 4-3-4 режима есть похожие для того, чтобы удобно было и покупателю, и было, соответственно, предпринимателю. Вот до тех пор, пока не покажут все эти три столбика, говорить о том, что режим самозанятых заработал и стал выгоден, бессмысленно. Они, конечно, будут надувать щеки, говорить, что самозанятые, это прекрасно и удивительно. Ну, а опрос друзей, знакомых или родственников, сдаются ли здесь квартира по соседству, ну, это, в общем-то, и раньше можно было делать, дабы привлечь к налоговой ответственности. Но только в суде, каковы эти будут доказательства? Я считаю, что здесь сдается квартира, а на основании чего вы это считаете? Ну, то есть это только может быть косвенным каким-то указанием. А то, что там здесь появляются и исчезают разные люди, у меня огромное количество друзей и знакомых, которые приезжают. Имея на это законное право, не имею никакой материальной выгоды. 730-101, плюс 7903-797-6333, Николай нам пишет, а можно узнать? Многие приводят в пример США, что было бы с протестующими, которые нападают на полицейских. А вот что было бы с полицейскими, которые так поступают с мирными протестующими? Полицейские могли бы... Николай, такие прецеденты есть. Полицейские попадают под суд и лишаются не просто работы. Почему за работу полицейского там очень держатся и соблюдают, в том числе, очень педантично соблюдают закон? Есть там такое движение, называется гражданская полиция, если так его правильно перевести. Это когда, например, молодые люди ходят публично с обнаженным оружием. И такие ролики есть в сети, когда полицейский подходит, вежливо здоровается, он его не пакует, не закатывает в наручники, а выясняет на расстоянии сначала... То есть это происходит в рамках вежливой, интеллигентной беседы. Потом проверяет оружие и после этого отпускает человека во своясе. То есть это так называемое движение гражданской полиции. Она попросту некоторым образом перепроверяет, как полицейские исполняют закон. Так вот, полицейские за рубежом исполняют закон крайне педантично. И умеют зачитывать в том числе и права, а применяют спецсредства в крайних случаях. То есть когда действительно есть агрессия, применение оружия, это только в том случае, если есть основания полагать, что оружие со стороны гражданина будет применено в сторону полицейского. Там настолько это все зарегламентировано. И когда происходят какие-то вот как раз межэтнические столкновения, это получает колоссальнейшую огласку, ну и судебное разбирательство. И это нормально. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Можете писать, звонить в прямой эфир «Серебряного дождя». Не переключайтесь. Потапенко будет. Так, продолжаем наш эфир. Обсуждаем, что происходит в Гонконге, потому что действительно, с чем мы только все, что там у хохлов. Вот в Гонконге. Действительно. Друзья, я еще хочу напомнить, что через несколько минут в студии «Серебряного дождя» появится наш прекрасный коллега Андрей Юрьевич Гаврилов. Вы сможете услышать его точку зрения на самые разные новости и события. Андрей Юрьевич будет приходить теперь в программу «Потапенко» будет каждый четверг. Давай пообщаемся со слушателями. Давай, да. 30, 101. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаем. Здрасте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, еще уделить минутку школе Михаилу Петровичу Чиму? Давайте попробуем. Смотрите, я учусь в данной школе уже год, пошел второй. С момента поступления в данный лицей я стала более организованной, стала намного лучше все понимать, очень продвинулась в науке, стала домохозяйкой, научилась следить за, быть добрее, быть открытие. Она пообщалась с такими выдающимися людьми, как Михаил Петрович и Тиминшов, Александрович Монашвили. На самом деле это очень светлые люди и очень хорошие люди. От них мы очень научиво перебрали. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас школа закрыта, вы где-то обучаетесь? Как сейчас ситуация развивается? Нет, на самом деле до сих пор обучаюсь как бы задействованно в лицее. Понятно. Ну что ж, удачи вам и вашим... И спасибо огромное за звонок. Да, и удачи вам и вашим одноклассникам, чтобы у вас все-таки сорганизовалось, вы нашли помещение, где могли бы обучаться и дальше. По темам Гонконга, Америки, российских полицейских Олег нам пишет, а еще в Америках. Иски подают не только к полицейским, а к департаментам полиции, то есть государству. Вот что им бывает за это. Миллионные иски к департаменту полиции, за нарушение регламентов, процедур и, главное, гражданских прав. Так что много что бывает, и шерифов, и шефов полиции избирают как губернаторов. Так что шериф с мандатом выбора, ну мягко скажем, взвешенные принимает решения, как и его вооруженные подчиненные. В Соединенных Штатах 80 уровней выборности. 80. И это не про политику. Это действительно выбирается шериф, там действительно выбирается мэр и далее, и далее по списку. И там, безусловно, он понимает, что он несет мандат как раз жителей. В том числе, кстати, и судьи избираются, как не покажется странным. Поэтому здесь крайне важно понимать, что и система принципиально по-другому работает. Ну, я уж не говорю про то, как вы видите, какое количество там выборов как таковых. Ну, ты знаешь, еще вот такие примеры приводят, друзья. Я напомню, что мы принимаем разные точки зрения. Дмитрий, доброе утро. Вот вы говорите, у американской полиции оружие используется повесткой причине. Давайте вспомним убийство Оскара Гранта. Да, полицейского посадили на два года. Полицейским он больше не будет. Да он убил гражданина США фактически ни за что. Я только хочу еще вам напомнить про страшный медийный и репутационный скандал, который при этом развернулся. Я полковник или кто он там? Капитан Евсюков там или кто он как? Напомните мне его фамилию. Что произошло? Посадили, да. Я понимаю. Дальше-то чего? Вот такие случаи в Соединенных Штатах, они происходят, безусловно. Но там можно судиться с государством. Страшно сказать, Дональд Трамп, нонешний президент, будучи предпринимателем, в общем, в достаточно жесткой и оскорбительной манере обращался на тот момент к действующему президенту Обаме. Просто мы стараемся рассматривать именно системно. Да, а системно у нас получается, к сожалению, так. Кто с сивой, тот и прав. Да, где у нас посадки за дело Голунова? Ну, у нас вообще непонятно дело Голунова. Где у нас посадки, есть видео, документальное подтверждение, когда полицейские так нарочито, жестоко забивают молодого человека, уронив его с велосипеда, помнишь? Да. Прямо по ногам. Где у нас посадки за молодого человека, который вышел на пробежку, бежал волею судеб мимо мэрии, и ему сломали ногу, при этом он еще и получил наказание по административной статье. Где вот это вот все, друзья? Ну, да. Нет, ну, то есть мы за то, чтобы было равенство всех перед законами, если уж, соответственно, такие жесткие наказания за бросание, то должно быть равенство действительно всех перед законом. Почему нет? Если вы как-то готовы эту норму опровергнуть, то мы с большим удовольствием выслушаем, почему есть все те, кто равны, и есть те, кто самые ровные. Вот и все. И объяснить это с точки зрения как раз гражданского общества. Друзья, оставайтесь под серебряным дождем. Эти и другие новости мы обсудим также с Андреем Юрьевичем Гавриловым, узнаем его точку зрения. Будут ли депутаты жить вечно, потому что они хотят изменить геном? Ой, это моя любимая новость. Я вообще-то тоже считаю, я удивлен, почему все-таки я тут видел одного выступления муниципального, кандидата в муниципальные депутаты, он от КПРФ, ну, какой-то мальчик трехнутый наголо, так он правильно там сказал, что надо передавать по наследству, но он такой, очень хороший ролик, прям посмотрите, это прелесть встречи его.